Режиссер Роза Мороз и сценарист Вера Крипа 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 Ее отец родился во Франции, был антифашистом и в годы Второй мировой войны уехал в СССР, жил на Украине, а после войны выехал с семьей из страны, за рубежом работал переводчиком. Дочь Люба осталась, чтобы закончить гимназию. Потом, без помощи родных, сама искала работу в Австрии и Швейцарии. Выступала на сцене, стала профессиональным менеджером. Живя в благополучной Швейцарии, будучи советником коммерции и женой владельца знаменитой сети швейцарских гостиниц Готар, Любовь Манс не устает следить за ситуацией в России, помогает бездомным детям. В Подмосковье она создала детский приют «Феникс». Русская православная церковь хорошо знает о благих делах нашей соотечественницы. В приветствии патриарха московского Евсея Руси Кирилла, Любови Манс зачитал игумен Филипп Ребых из Страсбурга. Будучи человеком неравнодушным, вы усердно трудитесь на различных поприщах, гармонично сопрягая богатый профессиональный и жизненный опыт с присущими вам замечательными качествами, добротой, отзывчивостью и внимательным отношением к людям. Примите пожелания крепкого здоровья, мира, радости и успеха в дальнейших благих делах и начинаниях. С уважением, Кирилл Патриарх Московский, Евсея Руси. Крутые виражи судеб наших гостей не переставали удивлять. Друг семьи Любови Манс, князь Иван Шаховской, уехал из Франции 17 лет назад и занимается в России сельским хозяйством. Вот я нашел своих родственников из Австралии и Соединенных Штатов Америки, благодаря энтузиастам в Ярославле, которые интересуются определенными нашими родствами и сумели их всех там собрать. И делается очень много. И я хотел бы сказать за это спасибо организаторам сегодняшнего вечера, потому что вы в какой-то мере и нас за рубежом, разбросанных по разным странам, соединяете. И именно соединением нашим является Россия, сегодняшняя Россия. Эта встреча была в ряду тех, по окончании которых укрепляется вера в жизнь, в ее созидательный смысл. До этого вечера Элен Жолей и Люба Манс не знали друг друга. Теперь у этих женщин, договорившихся объединить усилия на благо двух культур, сил и возможностей будет вдвое больше. Они обе хорошо знают, чем больше отдаешь тепла, заботы и любви, тем больше получаешь взамен. Продолжение следует...